здравствуйте надеюсь меня хорошо и слышно и мы продолжаем сегодня разговор о россии 17 века неделю назад мы начали с вами характеристику до российского общества и немножко ее не закончили а сегодня продолжим разговор о российском обществе при первых романовых заглавие презентации вынесена такая очень примечательная характеристики 17 века как века бунтаж на водой к этой характеристики чуть позже обратимся вот ну а для начала я напоминаю вам что представляла собой в целом сословная структура российского общества 17 столетия на на прошлом занятии на прошлом занятии мы с вами охарактеризовали социальные группы тяглых людей налогоплательщики на служилых людей которые налоги и подати в государственную казну не платили да но были обязаны самодержавной власти службой военные приказные службы вот и дали характеристику церковным людям а вот три основные сословные группы которые составляли основную массу населения центральных уездов московского царства на у нас остались из сословных групп на жители преимущественно окраин хотя как мы сейчас с вами увидим не только это инородцы и казачества инородцы и казачества давайте немножко о них поговорим но для начала кто такие инородцы кто такие инородцы да вот в общем смысле инородцы это все подданные до московских царей не православного вероисповедания как и для подавляющего большинства европейских государств 16 18 века основной такой критерий самоидентификации оставался критерием религиозным религиозной конфессиональной вероисповедной как хотите до принадлежности на не забываем что мы собственно с вами говорим о семнадцатом веке в европе это финал эпохи религиозных войн то есть это религиозная самоидентификация она безусловно в эту эпоху еще оставалась ключевой и ничего удивительного нет что по вот этому религиозному или вероисповедному если хотите признаку на выделялась вот эта категория населения не православные до подданные московских царей но наличие самой по себе этой категории связано с довольно выраженной такой экспансионистской политикой на московского правительства которая не в семнадцатом веке началась она началась еще ну как минимум веке 16 вспоминаете что например в правление иван четвертого до ивана грозного москва превратилась в царство не только в смысле титулатуры до титула правителя иван грозный был первым московским правителем который царский титул принимает но и в смысле того что русское государство стало обширной многонациональной многоконфессиональной до империи после завоевания казанского ханства после завоевания астраханского ханства после установления верховной власти над нагайскими татарами на да и попытка собственно да вот ходе ливонской войны овладеть не бывшими территориями ливонского ордена в прибалтике неудачная правда но вот все это приводило до к тому что московская государственность уже в 16 веке она имела такой выраженный на имперский характер да и на окраинах страны появляется довольно обширное вот это население инородческое мусульманское языческое в 17 веке на нижнюю волгу откачуют калмыки буддисты на которые тоже будут признавать верховную власть московских царей в семнадцатом столетии вот этот процесс в 17 веке при первых романовых продолжается но наиболее значимым в этом смысле является процесс освоения сибири начинается он да еще вот в конце правления ивана грозного со знаменитых походов хермака да и продолжается затем на протяжении всего 17 века вплоть до дальнего востока вплоть до пределов тихого океана до в течение первой половины середины 17 века направляются до так называемые первопроходцы возглавляющие небольшие команды состоящие из стрельцов казаков а вот и в семнадцатом веке вся сибирь и некоторая часть дальнего востока тоже признает верховную власть московских царей что с одной стороны да вот способствует укреплению этого имперского типа российской государственности с другой стороны с другой стороны да приводит к увеличению к увеличению численности вот этих самых инородцев то есть не православных подданных московских царей но смотрите да инородцев тоже можно разделить на две большие группы на две большие группы это с одной стороны так называемые ясачные люди а с другой так называемые немцы вот сначала о ясачных людях большинство инородцев как раз к ним принадлежало в смысле жителей окраин до московского царства ясак ясак что это такое тоже в общем может быть в прошлом году говорили но значение этого термина но я напоминаю что это натуральная дань сонародцев да вот главное что связывало инородческое население с московским правительством это необходимость вот выплаты ежегодные выплаты вот этой самой ясачной дани отсюда и название инородцев подобного типа ясачные люди ну вот как тяглые люди да платят там по земельную по земельный налог там полонянные емские деньги так инородцы главным образом а вот выплачивают эту самую ясачную дать но ясак традиционно да взымался теми продуктами местности населенной инородцами да которые представлялись наиболее ценными для москвы для московских властей как правило ясачная дань взымалась либо в виде пушнины пушной ясак да это всякие соболь и куньи беличьи шкурки добыч которых для лесных инородцев до проживающих в лесной местности не представляла какого-то фантастического труда в общем-то это часть их повседневных охотничьих практик на зато цены да по которым затем эти эта пушнина реализовывалась на ближнем востоке в европе московскими властями они были чрезвычайно высокими и это составляло важный источник дохода для московской казны впрочем и сами москвичи особенно да вот такая зажиточная верхушка купечество боярская аристократия царский двор значительной степени использовали да вот эту пушнину в целях самых разнообразных пушнина на москве воспринималась не столько как предмет роскоши сколько как такая повседневная реальность потому что пушной исак был весьма и весьма значительные если взять его объемы в целом собираемые нас и инородческого населения степные народцы степные народцы те которые в степных регионов проживали они выплачивали исак как правило табунами лошадей табунами лошадей собственного коневодства как такового в российском государстве не было на племенное коневодство появится только в 18 веке вот а до этого основным источником да вот лошадей являются степные народцы они конечно активные торгуют табунами лошадей да но и вот в качестве исачной дани в качестве исачной дани лошади поставляются до московскому правительству очень очень активно они используются и в качестве рабочей тяглой силы да в земледелии и войско московское да я напоминаю что она в значительной степени продолжала состоять из конного дворянского ополчения крайне нуждается до в лошадях не вот поэтому такая форма исачной дани тоже широко практиковалась но кроме исачной дани кроме исачной дани инородцы часто были обязаны нести ополченческую и пограничную военную службу она выступала в качестве как бы замена исачной дани вот либо ты исак выплачиваешь да либо ты несешь ополченческую пограничную военную службу но это главным образом поволжские татары это башкиры это калмыки да вот 17 веке меня в основном эти представители этих этносов привлекаются к военной службе на постоянной более постоянной основе как раз пограничной пограничные они защищают да вот рубежи границы московского государства от возможных набегов со стороны крыма со стороны среднеазиатских государственных образований а вот с другой стороны если возникает крупный военный конфликт крупный военный конфликт ну допустим с речью посполитой да но то татары башкиры и калмыки выставляют вспомогательные войска как правило легкоконные легкоконные отряды которые вот в этих отдаленных походах крупных военных походов московских правителей участвовали как в 16 веке так в этом смысле в 17 веке ничего не изменилось вот это то что касается и сачных людей то что касается и сачных людей другой вариант инородцев это вот так называемые немцы так называемые немцы но это выходцы из европейских государств выходцы из европейских государств которых может быть по сравнению с 16 столетия в москве стало несколько меньше это последствия смуты собственно говоря мы говорили что в целом интенсивность связи с европейским государством при первых романовых несколько снизилась в сравнении там со временами ивана грозного или бориса годунова но тем не менее тем не менее эти контакты разнообразные культурные торговые военные контакты с центральной и западной европой они сохранялись сохранялись да и довольно много довольно много выходцев из европейских стран селилась москве в подмосковье даже существовала так называемая немецкая слобода немецкая слобода или как ее в 17 веке называли кокуй это такой московский пригород московский пригород да где компактно проживали как раз выходцы из европейских стран в основном это страны протестантские я уже говорил что к католикам в связи с очень конфликтными взаимоотношениями особенно в первой половине и в середине 17 века с речью посполитой на москве в это время относились с некоторым подозрением с некоторым подозрением тем не менее католики тоже были и католики тоже были в немецкой слободе было несколько лютеранских церквей в немецкой слободе была был католический костел на то есть вот жители этой немецкой слободы они сохраняли свои вероисповедные отличия не православие как правило не переходили да ну и такие возможности у них были собственно говоря это очень разные люди на это и ремесленные до вот мастера которые оказывались востребованы в москве там аптекари часовщики например да это торговые агенты до иностранных компаний которые вели свои дела на москве это наемники военные да особенно в связи с появлением в 20-х годах 17 века так называемых полков наземного строя очень часто офицеры в этих полках на них чуть позже подробнее поговорим были нанятыми в европе иностранцы то есть немцев до на москве проживала в 17 веке довольно много и они участвовали очень активно в самых разных сферах общественной жизни многие из них допустим основывали первые металлургические заводы в 17 веке там андрей виниус например такой был голландец который активно этим занимался середине 17 века при царе алексея михалыча многие да вот служили в на находились на военной службе а вот но здесь многое опять таки зависело от их статуса вот принимают они или не принимают российское подданство многие жители немецкой слободы российское подданство так и не принимали это не временно на москве проживали а затем уезжали себе на родину ну вот а часть переходила в российское подданство в российское подданство на становилась жителем да собственно российского царства и вот эти люди пополняли собой инородческое население но мы понимаем с вами да что жители немецкой слободы и жители каких-нибудь сибирских лесов да это все таки очень разные и общественные статусы и очень разные социальная группа хотя с точки зрения властей с точки зрения властей да все они инородцы все они не православные подданные московских государей казачества казачества тоже главным образом да вот население окраин или как в шестнадцатом семнадцатом веке говорили украинга как московского царства так и речи посполитой так и речи посполитой но опять я надеюсь что вы в прошлом году говорили о том кто такие казаки потому что формирование да вот появление казачества это довольно длительный процесс относящийся к пятнадцатому шестнадцатому веках векам в различных областях восточная европа в семнадцатом веке и вдоль формирующихся азиатских границ российского царства проживала довольно много казаков довольно много казаков да но они делятся обычно по регионам днепровское казачество запорожцы малороссийское казачество донское терское яицкое сибирское а вот это различные регионы различные регионы восточной европы и азии которые были приграничными для Речи Посполитой и Московского царства, и казачество здесь к 17 веку проживало уже традиционно, да, то есть они не в 17 веке появились в этих регионах, да, они появились особенно на Днепре и на Дону существенно раньше, существенно раньше. Ну и как и в 16 веке, как и в 16 веке, да, вот это казачье население можно разделить на две большие группы опять-таки, на две большие группы, это казаки вольные, казаки вольные, которые либо вообще не подчинялись, либо подчинялись совершенно формально властям, ну, варшавским в случае контактов, да, с Речи Посполитой, или московским в случае поддержания контактов с Московским царством, с Россией. Вот, вольное казачество сохраняло в 16 веке полную автономию, полную автономию, да, там, выбирали своих атаманов, подчинялись своей старшине, занимались промыслами, военным разбоем, совершенно, да, вот самостоятельно, не оглядываясь абсолютно на там какие-то интересы или указания варшавского или московского правительства. Ну вот, а служилое или, как их называли в Речи Посполитой, реестровое казачество, да, вот оно по своему значению приближается, и по своему статусу приближается к людям, которые мы с вами, которых мы с вами называли, да, на прошлом занятии, служил им по прибору. Служил им по прибору, ну, в Речи Посполитой реестровое казачество получало даже жалование небольшое, в основном, правда, порохом, пулями, огнестрельным оружием, иногда небольшими деньгами, вот. В российском государстве, в российском государстве служил им казакам, как правило, жалование не платили. Состояние казны не позволяло выплачивать лишние средства. Казакам, которые переходили, да, на русскую службу, московские цари жаловали особыми грамотами право свободного проживания на тех землях, на которых казаки и так проживали, вот, право свободно заниматься промыслами, опять-таки, которыми казаки и так занимались, ну, и свободой торговли в приграничных уездах московского царства. Казаки и так, конечно, торговали, да, в этих приграничных уездах. Нужно же было им где-то сбывать свою военную добычу, да, и покупать хлеб. Земледелием казачество, как правило, не занималось. Вот. Ну, в этом смысле, скажем, донское казачество, донское казачество, самое крупное, да, из тяготеющих к московскому царству, оно не очень охотно переходило на службу московским властям, да, донцы на протяжении всего 17 века преимущественно были вольными. Вот. В то время как днепровские казаки, днепровские казаки, несмотря на сложные, весьма сложные взаимоотношения с Речью Посполитой и Варшавским правительством, на службу, на службу к польским властям в целом стремились, да, и вот при неоднократных, да, конфликтах между днепровским казачеством и... правительством Речи Посполитой вот эта тема увеличения реестра, увеличение реестра, она постоянно возникает. То есть, такое своеобразное довольно, да, вот своеобразная ситуация, что в ходе, да, вот конфликтов с польскими властями запорожцы требуют, чтобы эти польские власти в как можно большем количестве набирали их на службу. Ну, кроме, да, вот всего этого возникают еще очень своеобразные в XVI-XVII веке формы казачьей активности, казачьей активности, да, вот на картине здесь представлен эпизод, да, это знаменитая картина Сурикова, по покорению Сибири Ермаком, эпизод походов Ермака, относящихся еще к концу XVI века предыдущего столетия, да, напоминаю, что вот эти отряды Ермака, они вообще-то были наняты частными людьми, да, промышленниками строгановыми, которые владели обширными, да, вот территориями на Урале, вот, и именно строгановые наняли Ермака и его людей для походов против сибирского ханства. Вот такие случаи частной службы, службы частным лицам, да, для казачества тоже были в XVI-XVII веке совершенно не исключением, не исключением, да, а, в общем-то, встречались, да, есть Ермак, не единственный подобный, да, вот, предводитель военного отряда казачьего, да, нанятого частными лицами. Вот, это казачество было, ну, и осталось, осталось нам с вами из различных социальных групп, да, российского общества XVII века сказать несколько слов о холопах. Холопах. Я говорил уже на предыдущем занятии, да, что холопов не вполне корректно называть сословием или сословной группой, потому что сущностью холопства, сущностью холопства было подчинение частному лицу, господину, да, вот холоп, в отличие от всех предшествующих, да, социальных групп, холопы, они с государственной властью непосредственно связаны не были, они имели господина в лице частного лица. Но холопство в XVII веке, как, впрочем, опять-таки, и раньше, это не вполне новое явление, оно было крайне неоднородным, да, холопов тоже можно разделить на две очень разные группы, на две очень разные, в смысле их социального статуса, положения группы. Это полная холопы, с одной стороны, или обельные холопы, древнерусское слово, обельные, оно тоже самое значение имеет, что и слово полный. Это, по сути, рабы, это, по сути, рабы, да, рабство никуда не делось, оно существовало на протяжении многих столетий, с древнерусского времени, да, и вот вплоть до московского, и в XVI-XVII веке полные холопы, то есть полные рабы, да, своих господ, они существовали, и это достаточно многочисленная группа населения. Вот я на прошлом занятии обращал ваше внимание, да, что мужчина, да, мужчина подобного статуса, он холопом именуется, да, а вот женщина этого же самого статуса, она всегда именовалась рабой, да, он холоп, она раба. Собственно, даже здесь тут лингвистически можно быть уверенным, да, что речь идет о рабстве как таковом. Вот. Полные холопы, полные холопы, их можно было продавать, покупать, дарить, да, использовались либо в качестве домашней прислуги, либо в качестве домашней прислуги, челядь, дворня, по-разному ее называют, да, в XVI-XVII веке, либо в качестве сельскохозяйственных работников, сельскохозяйственных работников, ну, например, вот на территории боярских вотчин. Вот, Вадим, будьте, пожалуйста, внимательны, да, вот я не вполне помню, были вы или нет на предыдущем занятии, вот вы меня сейчас спрашиваете, холопство является ли это, по сути, крепостничество. Я как раз много времени, да, на прошлом занятии потратил на то, чтобы указать, да, на эту разницу. Крепостными были тяглые люди, вот все тяглые люди были крепостными, да, для XVI-XVII века крепостничество это форма поземельной, а не личной зависимости, да, крепостные люди не имели господина, крепостные люди были привязаны к постоянному месту проживания, да, вот они жили здесь, да, и здесь должны были платить налоги и подати. Если они жили на территории монастырской вотчины, то они должны были платить оброк или работать на барщине в пользу монастыря. Если они жили на территории боярской вотчины, то в пользу боярина. Если они жили на территории государственных земель, то они должны были выплачивать все государственные налоги. Если они жили на территории поместных земель, они должны были платить налоги в казну и отрабатывать оброк в пользу помещикам. Но частного господина они не имели, это лично свободные люди. На соединение, ну вот вы пишете, что это похоже. Как раз наша задача в том числе это проводить грани между зачастую похожими явлениями. А здесь и похожего особенно ничего нет. Еще раз, холопство это явление не в 17 веке появившееся. Холопы были и в 16, и в 15, и в 14 веке. И в древнерусские домонгольские времена холопы были. И холопы вот это всегда люди имеющие господина. Тот у кого есть господин и этот господин является частным лицом. В отличие от крепостничества, которое долгое время отношение личной зависимости просто не предусматривало. Крепостничество из другой формы зависимости развивается. Из прикрепления к земле, а не к частному лицу. Вот полная или обельная холопы, да, это рабы. Это не крепостные люди. Они не находятся в крепостной зависимости. Они находятся в личной зависимости от своего господина, которому они принадлежат. И он уже решает, как он их будет использовать. Захочет господин, будет использовать тебя в качестве домашнего слуги. Захочет господин, посадит тебя на землю, и ты будешь обрабатывать его землю. Вот такие земледельческие полные холопы, они назывались страдными холопами. Страда это тоже старинное словечко, обозначающее изначально вообще любые сельскохозяйственные работы, впоследствии, особенно сбор урожая. Это то, что касается полных холопов. Но кроме них, кроме них, да, было довольно много так называемых кабальных холопов. Кабальных. Сам термин происходит от слова кабала. Кабала это документ, документ, договор между двумя частными лицами. Согласно этому договору, одно частное лицо становится холопом другого частного лица. Это документ об установлении служебных отношений между господином и холопом. И кабальных холопов надо отличать от холопов полностью. Кабальное холопство, вот если говорить современным языком, вот как-то встраивать эти понятия 17-16 века, описывать их языком современности, что не всегда, кстати, корректно вообще. Но, тем не менее, это служба по договору. Мы вот сейчас кабальных холопов назвали людьми, которые служат частному лицу по договору. Но для 16-17 века особой разницы между полными и кабальными холопами в этом смысле не было. Служишь частному лицу, значит, ты холоп. А дальше вот уже возникают нюансы, потому что кабальные холопы – это не рабы, безусловно. Это холопство очень ограниченное, оно потому кабальным и называется, а не полным. И ограничения этой холопской службы, они как раз в кабале и прописываются. Кабальные холопы служат за вознаграждение, они служат в определенное время. В кабале, может, написано «на три года я становлюсь своим холопом», «на пять лет». Очень часто до смерти господина заключается кабала. Ну и, наконец, виды службы там перечисляются. То есть кабального холопа нельзя использовать по своему усмотрению, да, вот как угодно. Кабальные холопы составляли администрацию, вот чем, да, вот ключники всякие, да, домоправители. Вот эти люди были кабальными холопами. Военные слуги, вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Возвращаемся к тому же самому конному дворянскому ополчению, да, вот помните, служилые по отечеству. Они должны были являться на место сбора военного конно-людно и оружно. Вот конно и оружно, я вам говорил на прошлом занятии, это значит вооружаться за свой счет. А что значит людно? Что значит приводить с собой вооруженных людей? Откуда эти люди брались, собственно говоря? Вот это как раз кабальные холопы. Да, то есть ты должен был опять-таки за свой счет нанять определенное количество людей на вот этих кабальных основаниях и вооружить их. Ну и наконец была еще такая форма кабального холопства, закладничества. Это когда, это довольно любопытная форма уклонения главным образом от налогообложения государственного, когда лично свободные люди, горожане или крестьяне, горожане особенно активно этим пользовались, заключали кабалу с частным лицом и таким образом обеляли свое имущество. Обеляли, как тогда говорили, они выводили свой двор из-под государственного налогообложения. Но закладничество существовало только до 1649 года, когда в 1649 году было принято соборное уложение, закладничество было ликвидировано. Все, нельзя было больше тяглому человеку закладываться, становиться кабальным холопом частного лица. Это была запрещенная сделка. Вообще, государство к холопам в 17 веке относилось довольно настороженно. Хотя, я повторяю, очень древняя категория населения, отнюдь не новая, но государственная власть стремилась, во-первых, всячески контролировать сделки с холопами и особенно не допускать перехода в холопство тяглых людей. Особый приказ существовал, холопий приказ, в котором нужно было все сделки как с полными, так и с кабальными холопами обязательно фиксировать. И только после их одобрения в этом холопьем приказе сделка получала юридическое значение. Ну, почему государство к холопам относилось достаточно сдержанно? Потому что, повторяю, оно их никак не контролировало непосредственно. Холопы с государственной властью не связаны, они никаких налогов государственной власти не платят, и они государственной власти непосредственно не служат. Они служат частному лицу. Все, что они там кому-то выплачивают, они выплачивают своему господину, своему частному лицу, а не государству. Поэтому вот само по себе это холопство, оно с довольно большим, не то чтобы подозрением, но некоторой настороженностью московскими властями воспринималось, и не случайно при Петре Первом холопство будет юридически уничтожено. Мы об этом с вами чуть позже поговорим. Ну, вот это мы с вами рассмотрели, да, основные социальные группы российского общества XVII века, и теперь, собственно, к тому определению, которое вынесено в заглавие нашей сегодняшней презентации, бунтажный век, да, так XVII век называли уже современники, да, это термин, почерпнутый из летописей того времени. Действительно очень бурное столетие, да, вот на этом слайде перечислены кратко все крупнейшие, да, протестные движения, протестные движения XVII века, они очень разный характер имели. Конечно, крупнейшим из них является смута, безусловно, да, смута во многом, как мы опять-таки с вами ранее говорили, определила, да, историческое развитие России XVII века. Но вот обратите внимание, что и помимо, собственно, смуты, помимо, собственно, смуты, да, в XVII веке протестных движений было более чем достаточно. Вот, они имели характер и выступления холопов, да, против своих господ, и городских восстаний против власти, и стрелецких бунтов, и казачьих выступлений, и религиозных протестов, да, вот в этом смысле XVII век вообще в русской истории довольно сложно с чем-либо сопоставить, да, по насыщенности, да, всего столетия протестными выступлениями. Вот дальше будем про XVIII век говорить и увидим, что в XVIII столетии в этом смысле все было значительно спокойнее, хотя там тоже были крупные социальные протесты, типа Пугачевщина, например, да, но вот в целом насыщенность, насыщенность, да, волнениями и антиправительственными выступлениями в XVIII веке была существенно ниже, чем в веке XVII. В чем причины, да, вот такой выраженной социальной нестабильности? Это и уменьшение авторитета верховной власти в XVII веке, да, вот в связи, в частности, с прекращением старой династии, с тем, что новая династия Романовых, да, все-таки довольно непрочно, особенно поначалу чувствовала себя на престоле. Это и ослабление господствующего слоя служилой аристократии, боярства, да, многие представители которого погибли в годы смуты, да, боярство активно разбавлялось в XVII веке выходцами из московских дворян, царскими любимцами и родственниками, очень часто непринадлежащими к боярской среде. Очень сильный, конечно, удар смута нанесла по боярским вотчинам, да и по многим боярским фамилиям непосредственно, да, просто многие традиционно влиятельные боярские фамилии, типа Шуйских, например, да, они прекратились в годы смуты, полностью исчезли. Вот. В целом, конечно, высокий уровень протестного движения, связанный со сложным социально-экономическим положением, опять-таки мы говорили о том, что и казна была пуста после смуты, и многие территории пришли в запустение после смуты. Политика властей зачастую была очень противоречивой, да, вот мы с вами говорили о том, что первые Романовы преимущественно проводили реставрационную политику, да, пытались, как бы, воссоздать, да, мощь московского царства, ориентируясь на образцы 16-го столетия. Но появлялось, конечно, и много нового, да, появлялись новые законодательные кодексы, типа соборного уложения, появлялись церковные реформы, о которых на следующем занятии будем говорить. И вот эти противоречия между реставрацией и модернизацией, да, восстановлением старого и появлением нового, да, тоже часто приводили к социальным протестам. Ну, кроме того, власти, конечно, не от хорошей жизни вынуждены были сильно ужесточить в 17-м веке финансовую свою политику, постоянно повышать налоги, ужесточать крепостничество, да, и в этом смысле должны были лавировать между различными социальными группами, и не всегда находили у них позитивный отклик, да, понятно, что когда налоги повышались, это не приводило в восторг тех же самых тяговых людей, например. Когда новая война тяжелая начиналась, да, служилые люди тоже не приходили от этого в восторг автоматически. То есть тут вот противоречия, да, в политике властей тоже становились основой для социального протеста. Ну и недостаточно эффективная политика Москвы в отношении окраин, в отношении окраин, особенно в отношении казачества тоже эти протесты стимулировала. Вот на следующих слайдах несколько примеров. Несколько примеров крупных протестных движений 17 века после смуты, да, о смуте вы должны были в прошлом году подробнее рассуждать. Ну вот, допустим, знаменитый соляной бунт 1648 года, который был вызван как раз ужесточением налоговой политики в начале правления царя Алексея Михайловича, был введен соляной налог правительством, в котором доминировал тогдашний фаворит царя Алексея Михайловича, его воспитатель, очень богатый боярин и родственник царя, женатый на сестре царицы Борис Ивановича Морозов. Да, и бунт этот кончился весьма плачевно для властей, да, он не был направлен непосредственно против самодержавной власти, но боярин Морозов потерял свое былое влияние, вот, а ближайшие его сподвижники, вот они здесь перечислены, Плещеев, Траханиотов, Чистой, все очень важные, да, правительственные дельцы, входившие в ближайшее окружение боярина Морозова, они по настоянию взбунтовавшихся москвичей были казнены. Только так царской властью удалось выйти из этого тяжелого социально-политического кризиса. Другой пример, да, крупного московского восстания, это медный бунт, медный бунт, но отчасти опять-таки связанный с финансовой политикой правительства, да, в 1656 году из-за разразившейся очень тяжелой русско-польской войны очередной, да, правительство начало выпуск медных денег, медных денег, что привело к их инфляции, вот, и в 1662 году взбунтовавшиеся москвичи, они обвиняли в своем тяжелом положении, в инфляции медных денег, да, причем налоги собирались только серебром, да, правительство собирало серебро с населения, да, а в обращении выпускало медные монеты, вот, тогдашних крупнейших правительственных дельцов, это Федор Михайлович Артищева, очередного фаворита царя Алексея Михайловича, вот, и Илью Даниловича Милославского, это отец, собственно, царицы Марии Ильиничной, тогдашней жены царя Алексея Михайловича. Оба главные руководители думы в это время, да, один был судьей приказа Большого дворца, и ему были под контрольны все царские резиденции, а другой был судьей приказа Большой казны, это главное финансовое учреждение Московского царства. Ну и на сей раз, на сей раз правительство выстояло, да, хотя бунт был очень громким, основные события происходили в пригороде Москвы, в Коломенском, где располагался знаменитый деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Вот из Москвы дважды приходили депутации, дважды приходили депутации, да, требующие расправы над Артищевым и Милославским и другими боярами, и другими боярами, значит, которых винили не только в, и не столько даже в неэффективной финансовой политике, сколько якобы в том, что они изменники, да, и находятся в тайных связях с польским королем. Ну и в итоге здесь все кончилось разгромом восставших, да, стрельцы и московские дворяне, вот эту вторую депутацию в Коломенском рассеяли, да, зачинщики медного бунта были казнены. Вот, но особенно, конечно, тяжелым и по возможным последствиям было для правительства Алексея Михайловича разинское движение, у нас уже заканчивается у нас с вами время, да, но вот о этих двух крупных, да, протестах социальных, разинском движении и особенно церковном расколе мы поговорим с вами в следующий раз, да, вот у нас следующее занятие будет посвящено никонианской реформе и церковному расколу, ну а к разинскому движению вернемся чуть позже, когда в целом попытаемся охарактеризовать казачество, казачество, да, как такой протестный социальный фактор 17 века, не только разинское движение, многие другие есть примеры, когда казачество становилось, да, вот источником протестов и смут в 17 столетии, поэтому вполне можно, да, вот отложить эту ситуацию до следующих наших встреч, да, вот закончить можно такой вот гравюрой 17 столетия, иностранной гравюрой, которая показывает, да, расправу, расправу разинцев над астраханскими властями, были убиты и воеводы местные, и епископ местные, и большинство стрельцов и служилых людей уничтожено в ходе взятия Астрахани разницами, да, ну и вот такие крупные, да, как я уже сегодня сказал, да, протестные выступления во многом, во многом, да, характеризуют российский 17 век, который ни в коем случае не надо воспринимать в качестве времени такого застоя политического, он был бурным, он был очень динамичным, да, и вот к его дальнейшей характеристике мы с вами обратимся через неделю, поговорим о церковной реформе и церковном расколе. Ну, а на сегодня все, всего доброго, отдыхайте, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok